Сегодня в Беларуси профессиональный праздник отмечают судебные эксперты. Исполняется 11 лет со дня выделения этой службы в отдельное подразделение. О том, какие каждодневные задачи решают судэксперты, и о перспективах развития различных видов экспертиз, журналистам рассказали на брифинге в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Свыше 27 тысяч различных экспертиз провели судебные эксперты Брестской области в прошлом году. В этом уже более 7 тысяч. На достигнутом останавливаться не собираются. Судэксперты постоянно совершенствуют и внедряют в работу новые методы и методики. Для этих целей нужны соответствующие условия и квалификации сотрудников. Поэтому скоро у брифских экспертов появится новый шестиэтажный лабораторный корпус по улице Советской Конституции. Максимально учтены все требования в части инженерных систем, расположения кабинетов, расположения вспомогательных каких-то помещений для максимально эффективной работы судебных экспертов. На настоящий момент уже доработана архитектурно-планировочная концепция, разработаны проекты зданий. Также будет проведена реконструкция здания судебно-медицинских экспертиз в Березе. В Пинске дополнительно к существующим видам экспертиз добавятся гистологическая и баллистическая. Сегодня эксперты области решают практически весь спектр задач для правоохранительной системы региона. Раньше проведение некоторых видов исследований возможно было только в Минске. Но уже сегодня в областном центре проводят экспертизы транспортные, генетические, психиатрические, гистологические, пожарно-технические, на содержание наркотических веществ и многие другие. Вызовом последнего времени стало проведение компьютерно-технических исследований и диагностика беспилотных летательных аппаратов. Актуально становится, и у нас есть такие возможности исследовать, беспилотные различные летательные аппараты, квадрокоптеры самолетного типа. Абсолютно все. В прошлом году у нас было шесть таких экспертиз проведено, в этом году уже три экспертизы мы провели. В этих случаях эксперты исследуют блоки управления, носители информации, фото-видеоаппаратуру с целью извлечения полетного задания. По мнению экспертов, к 2030 году количество автотранспорта на электрической тяге у населения составит около 20% от всех автомобилей. И придется учитывать их особенности при проведении экспертиз. А потому работа в этом направлении ведется уже сегодня. Есть свои особенности в установлении, в исследовании этих объектов при совершении, например, дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь это, когда будем устанавливать работоспособность тормозной системы, электрооборудования. Потому что там есть принципиальное отличие от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому в этом направлении тоже повышаем квалификацию наших экспертов. Ежегодные эксперты Брестской области проводят более тысячи экспертиз для граждан. Наиболее востребованными является экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств, генетическая и психиатрическая. Юрий Печер, Андрей Щерба, телерадиокомпания Брест.